В этом видео мы расскажем о его важном вкладе в развитие христианства, его борьбе с еретиками и огромном влиянии на духовную жизнь своего времени. Но мы также взглянем на его наследие в современном мире, рассмотрим, как его учения и идеалы влияют на сегодня и как могут помочь в лучшей жизни. Присоединяйтесь к нам и узнайте больше о этой выдающейся личности, которая оставляет свой след не только в истории, но и в сердцах людей всех времен. Поэтому сегодня позвольте подарить вам этот свет для нашего мира в новом воплощении мира и любви, которая освещает путь к мудрости и внутреннему сближению. Пусть учения и пример святителя Василия Великого будут источником вдохновения и поддержки в сложные времена сегодня. Пусть это путешествие в прошлое оживит в наших сердцах веру, надежду и чувство сообщества, принося свет во мрак и надежду в трудные моменты. Святитель Василий Великий родился около 329 года в городе Кесарии, административном центре Каппадокии, в богатом и знатном роде, из которого произошло несколько зарегистрированных в списке святых праведников. Начальное воспитание будущий иерарх получил в среде своей семьи. Для продолжения образования святой Василий отправился в Афины. Здесь он провел 4 года. В Афинах у Василия Великого завязалась тесная дружба с Григорием Богословом. По словам последнего, они стали для друг друга товарищами. Как говорил Григорий Богослов, нам известны были две дороги, одна – к нашим святыням, другая – к наставникам наук внешних. Еще в Афинах друзья дали друг другу слово вместе вести жизнь христианских подвижников. В 355 году Василий Великий крестился и через два года совершил путешествие к Ближнему Востоку, по святым местам. Известные аскеты впечатлили его настолько, что, по возвращении домой, в Каппадокию, он решил их подражать. Раздав большую часть имущества бедным, святой Василий организовал группу людей, стремившихся к монашескому служению в живописном месте на берегу реки Ирис. Там они жили по строгому уставу. Своим примером и проповедью святитель Василий Великий способствовал духовному совершенствованию христиан своей родины. И многие верующие приходили к нему. Образовывались мужские и женские монастыри, в которых Василий Великий вводил смешанную форму монашеской жизни. Молитва чередовалась с физическим трудом, при этом допускались только такие ремесла, которые не нарушали духовной собранности и простоты монашеской жизни. В 360 году Василий, будучи еще только чтецом, присутствовал на Константинопольском соборе, а в 364 был поставлен во священники в Кесарии. Святитель Григорий Богослов описывает внешность Василия Великого, стройную фигуру, длинную русую бороду, медленную походку, отсутствие спешки в движениях и разговоре, внутреннюю сосредоточенность. Все в нем вызывало уважение, перед ним клонились даже его противники. В 370 году святой Василий был поставлен на Кесарийскую кафедру. Ему были подчинены 50 епископов в 11 провинциях. Среди постоянных опасностей святитель Василий поддерживал православных, утверждал их веру, призывая к мужеству и терпению. Он писал много писем в церковь, епископам, клиру и частным лицам. Его борьба с еретиками вызвала неприязнь и различные козни Ариан. Император Валент – решительный сторонник Ариан, который безжалостно отправлял в изгнание неугодных ему епископов и внедрял Арианство в другие малоазийские провинции. Явился в Каппадокию с той же целью. Он посылает к Василию префекта Модеста, чтобы убедить святителя присоединиться к Арианскому учению. Модест угрожал ему изгнанием, пытками и даже смертью. Святитель Григорий Богослов передает ответ Василия Великого, «Ты мне угрожаешь конфискации имущества, но оно ничего не значит для человека, у которого ничего нет, если ты не желаешь получить этого скромного одеяния и несколько книг, которые составляют весь мой состояние». Изгнание? Но я его не знаю, так как не ограничен пространством. Если та земля, на которой я сейчас стою, не принадлежит мне, то вся земля принадлежит Богу, которого я временный гость. Муки. Но они не имеют силы для моей плоти, кроме первого удара, в котором ты свободен. Смерть. Но она для меня будет спасением, так как скорее приведет меня к Богу, для которого я живу, и которому тороплюсь прийти. Скажи императору, что ни насилие, ни убеждение не заставят меня принять неправильное учение. Модест был поражен этими словами. Ту же стойкость Василий Великий проявил и перед лицом самого императора, и своим поведением и устойчивостью произвел на Валента такое впечатление, что тот не поддержал Ариан, которые требовали изгнания Василия. Святой Василий подготовил созов Второго Вселенского собора, но не дожил до него. Он скончался 1 января 379 года в возрасте 49 лет. Незадолго до смерти он благословил святителя Григория Богослова на принятие Константинопольской кафедры. Святитель Василий – ревностный творец живого слова беседы. Проповедь в его время была очень важным, могущественным и почти единственным фактором в обучении святой вере. Святой Ефрем Сирин рассказывал, что когда пришел в Кесарию навестить святого Василия и зашел в церковь, где тот как раз проповедовал и увидел белого голубя на плече святого Василия. Тогда святой Ефрем воскликнул «Велик ты, Боже, в своей правде». Василий Великий – это огненный столб, и через него говорит Святой Дух. За свою короткую жизнь святитель Василий Великий оставил нам большое богословское наследие. 9 бесед о 6 днях, 16 бесед о псалмах, 5 книг для защиты православного учения о Святой Троице, 24 беседы на различные богословские темы, 7 аскетических трактатов, «Чернецкие правила», «Подвижнический устав», 2 книги о крещении, книгу о Святом Духе, несколько проповедий и 366 писем различным лицам. За свои заслуги перед православной церковью святитель Василий назван великим и прославляется как «Слава и украшение церкви», «Светила и глаз вселенной», «Учитель догматов», «Палата учения». Святитель Василий Великий, рядом с святителем Николаем Чудотворцем, давно пользуется особым почитанием среди украинского народа. Часть мощей святителя Василия сегодня находится в Почиевской лавре. Честная глава святителя благоговейно хранится в лавре святого Афанасия на Афоне, а правая рука – в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме. С 12 января 2020 года с благословения управляющего Коломейской епархией, преосвященного епископа Коломейского и Косовского Юлиана, частица мощей святителя Василия Великого находится в Кафедральном соборе Преображения Господня города Коломии. Тогда светит свет ваш предлюдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, подписывайтесь на наш канал, где ваше сердце наполнится росой небесной благодати, а ваше сердце очистится от всего зла и вы воссияете ясным светильником вечной жизни. Победите ад и откройте дверь в Царство Небесное для своих детей. Пусть подснежник любви будет миром благодати в вашем доме, освящая вас солнечными лучами и даря вам свободу, свободу и радость. Будьте свободны, и пусть воля подарит вам новую песню и небесные светильники.